Здравствуйте, дорогие друзья! С вами опять я, Самойлинка Наталья, преподаватель Компьютерного Центра Обучения специалист при МГТУ имени Баумна. Сегодня наша встреча будет посвящена вопросу, который звучит так. Как извлечь фоновый рисунок на слайде? Итак, чтобы ответить на данный вопрос, нужно понять, каким образом вставили данную фотографию как фоновое изображение. Для начала давайте разберемся, что такое фоновая картинка. Фоновая картинка – это фотография, которую невозможно сдвинуть в обычном режиме на слайде. Ее нельзя удалить, ее нельзя обрезать, она невыделяемая. Чтобы сделать такую картинку, существует два способа. Первый – это для текущего слайда сделать эту фотографию как фоновое изображение. Для этого щелчок в пустоте на слайде правой кнопкой мыши. Вы выбираете закладку, опцию «Формат фона». Появится окно с правой стороны, где нужно выбрать рисунок или текстура и с помощью кнопки «Файл» найти ту фотографию, которая станет фоновой картинкой. Ну, например, это может быть вот такой вариант. Как только мы нажмем кнопку «Вставить», она стала фоновым изображением. Опять же, ее невозможно сместить в сторону. Если фотографию вставляли таким образом, тогда, чтобы ее отсюда забрать и сохранить где-то как обычное изображение, достаточно сделать щелчок правой кнопкой мыши и выбрать опцию «Сохранить фон». Здесь мы выбираем место, где будет храниться данная фотография и имя файла. «Сохранить». Чтобы проверить, достаточно ее просто загрузить и посмотреть, что у нас получилось. Это вставка, рисунки, папка, где лежит, где мы сохраняли нашу фотографию. Открываем ее и кнопку «Вставить». Вот то, что получилось. Таким образом, мы можем ее забирать, вставлять, редактировать и так далее. Если вам уже данный фон будет не нужен, при том, при всем, что мы ее уже отделили от фона, опять же, щелчок в пустоте правой кнопкой мыши, формат фона, и вы выбираете сплошная заливка, ну и, соответственно, цвет. Вот первый способ, который очень часто выручают. Если вы кликаете правой кнопкой мыши на невыделяемой фотографии и не видите здесь опцию «Сохранить фон», значит, данную фотографию сохранили вторым способом, как фоновую картинку, значит, это сделали внутри шаблона. Чтобы войти вовнутрь шаблона, это закладочка «Вид», «Образец слайдов». Как видите, структура здесь достаточно сложная. Ее мы рассматривать здесь не будем. Это замечательно делают преподаватели PowerPoint на втором уровне очень подробно и ознакомительно на первом уровне по изучению этой программы. Поэтому я сейчас только вкратце скажу, как вычленить нашу фотографию. С левой стороны в ленте слайдов нам нужно подняться на самый первый уровень, сделать активным образец слайдов, которому подчиняются все макеты. Они и унаследуют эту картинку, если ее вставили вот здесь, внутри шаблончика. Для того, чтобы это проверить, вставили ее или нет, достаточно на выделенном образце просто сделать щелчок внутри. И, как видите, все очень просто. Ее вставили, как обычную фотографию, но внутри шаблона. Как мы с вами знаем, шаблон позволяет нам зашивать все не сдвигаемые объекты. Таким образом, мы ее можем отсюда или удалить, или прямо здесь изменить все, что нужно. Предположим, мы ее хотим отсюда забрать. Делаем щелчок правой кнопкой на фотографии и вырезать. Переходим в обычный режим. И здесь, чтобы проверить, создадим пустой слайд, правой кнопкой вставить. Вот то, что получилось. На этом я заканчиваю свой рассказ. До встречи на курсах. Удачи вам! Всего хорошего! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова